Добрый кучер, с вами вечер, и это почти ежедневный обзор новостей виртуальной реальности. Погнали! На момент публикации ролика остались уже буквально считанные часы до релиза раннего доступа... Так, я прошу прощения, но прочитать название правильно вне моих сил. Но да ладно, я не буду распинаться, ведь вы и так прекрасно все знаете историю появления этого проекта. Те, кому действительно было жалко, что будущее парадоксом в Хоуп накрылось медным тазом, могут за отдельную плату немного помочь разработчику и приобрести косметические предметы. Если нож и калаш, несмотря на всю свою красивость, ничем не удивят, то вот собака в ушанке смотрится прям бомбезна. И да, как вы можете помнить, этот Тарков Лайт с процедурной генерацией открытого мира появится только в Стиме. Можно еще минутку внимания? Дело в том, что для продвижения моего канала на ютубе в моих планах сделать обзор на третий квест. А потому я все так же в стиле бомжа прошу подписаться на мой бусти и немного приблизить нас к ответу на вопрос, есть ли смысл переплачивать 300 долларов за третий квест, или можно все так же получать удовольствие на втором. Ну а мы продолжаем. Ну что же, две части снайпер-элит уже в свободном доступе, пора начинать продавать зомби-арми. В этом приключении мы будем заниматься, да, собственно, тем же самым, что и в оригинальной игре. Во времена Второй мировой, где-то на просторах Европы, мы будем сотнями, а то и тысячами изничтожать живых мертвецов. И да, усатый австрийский художник в это число точно не войдет. Но зато, с другой стороны, дизайн некоторых уникальных врагов будет позаимствованный старых частей, что тоже является плюсом в копилку воссоздания той атмосферы, которая полюбилась фанатам за четыре предыдущие части. Появится это когда-то в этом году в Стиме, PSVR 2, Квесте и, что удивительно, Рифте. Давайте чуть-чуть отвлечемся на хоррор, который можно назвать «Фазмофобия. Отряд ликвидаций». О том, что здесь мы не только исследователь, но и тот, кто занимается изгнанием. Хотя это изгнание уже скорее в стиле Doom. Но процесс исследования в целом такой же, как и фазмофобии. Берем необходимое оборудование, чтобы исследовать помещение, чтобы определить тип призрака. Ходим, бродим, исследуем, делаем вывод. Далее берем орудие изгнания. От ружья, заряженным солью и святой воды, до музыкальной шкатулки. Да, конечно, в сравнении с первоисточником графика пока страдает. Но тут и версия пониже. Пока что игра находится в раннем доступе на квесте и пика. А вот бригада света цветет и пахнет, несмотря на то, что вышла довольно-таки давно. В версии 3.0 представили новый класс «Лучник». Он владеет луком, кто бы мог подумать, и метательными ножами. Переработали систему генерации мира, ну и, разумеется, увеличили количество контента, который участвует в этой самой генерации. По классике жанра пофиксили множество багов и улучшили производительность на всех платформах. Ах да, еще добавили новые карты Таро и магию. Разработчики DaySim после 8 лет работы поняли, что все, хватит. Проект уже достаточно хорош и пора двигаться дальше. И потому они анонсировали Underworld. Ее геймплей будет похож на DaySim. Только там вы были творцом всего мира, а здесь вы будете творцом своего подземелья, как в Dungeon Keeper. Командуете своей армией демонов, расширяете свою территорию, расставляете стратегические ловушки и побеждаете волны искателей приключений с помощью своих богущественных заклинаний. Если вы являетесь владельцем первой игры, вы получите скидку. Пока что можно точно сказать, что она будет в Стиме. Павлов получил 30-е юбилейное обновление. В него вошли две новые карты. Аутун призвано передать жуткое ощущение эвакуированного города. А Карнивал — это вымышленный парк развлечений, который был превращен в военную базу для спецназа. Для режима ТТТ появилось стелс-устройство, плюс пофиксили многие проблемы. Но самый важный момент этого апдейта — это расширение функционала модерского ПО. Это даст большую творческую свободу мододела. Но вот от такой поддержки PSVR 2 решили отказаться. Это что получается? У всех игроков будет много контента, и он будет только увеличиваться. А у Sony Boy'ов будет оригинальный обрубок. Хорошие новости для тех, кто все еще ждет SuperHot 2. Если вы ждете конкретно ее, подождите еще. А пока ждете, этим летом вы сможете поиграть в ColdVR, который во всех смыслах является SuperHot'ом наоборот. Враги синие, а время движется только тогда, когда вы стоите на месте. Это значит, что нужно все время быть в движении, чтобы уворачиваться от пуль. Ну и самое очевидное отличие — возможность полноценного движения. И его будет много. Очень много. Выход запланирован на лето этого года, но в Стиме уже есть бесплатная демка. Ну что, пришла наконец-то пора вернуться в замок Вольфенштейн. Почему? Потому что всеми любимые Team Biff продолжают допиливать порт игры более чем 20 летней давности. На этих выходных с обновлением существенно расширился функционал. Появились нормальные руки. Кольт и МП-40 можно хватать в обе руки. Доработали взаимодействие с окружающим миром. А также сделали колесо выбора оружия. Самые глазастые зрители заметили, что перезарядка все так же остается скриптовой. А на этом сегодня все. Ставь лайк, подписывайся на канал и да пребудет с тобой VR.